Про деятельность данной и некоторое ее применение, наверняка все знают методологию GTD. В общем, на ее суть заключается в том, чтобы сортировать свои задачи, уметь их выполнять вовремя, при этом не чувствовать особого напряжения, когда ты все это делаешь. И перед тем, как я прочитал книжку Дэвида Аллена, я экспериментировал со своими какими-то вещами. И, наверное, стоит сказать о специфике документа оборота в нашей компании. Датарат сильно завязан на почту, почтовой рассылке. Например, лично мне за ночь может нападать писем 30. Я не уверен, что GTD нормально масштабируется, если вам приходит писем 80 за ночь. Поэтому давайте ограничимся, что там 30-40 писем за ночь, за день. Ну, это вполне нормальное количество. И что означает это количество? Это не просто почтовая рассылка пришла, которую можно раскленировать, удалить. А это означает, что вы находитесь либо в копии этого письма, и вам важно знать, что происходит в контексте, либо вы находитесь в адресе ту, и вам необходимо будет ответить на это письмо. Так вот, многие решения, которые принимаются в Дарте, они принимаются не то, что подписывается бумажка, коммуникация с заказчиком происходит по почте. И поэтому самая перворазумная идея — это ставить в положочек то, что «Ага, мне надо отреагировать сегодня на это письмо. Ага, мне надо отреагировать в течение недели на это письмо». Эта система перестает работать, как только поток писем переваливает за сотню задач, которые надо сделать. Абсолютно нормально. Если возникла мысль, что существуют же умные люди, придумали какой-то нормальный процесс, как можно упорядочивать свои задачи. И задачи условно сейчас разделим на две категории. Это какие-то личные задачи, которые связаны с тем, что «А где же я сегодня поужинаю?», «А какой курс доллара?» и всякие такие. И вторая категория — это проектные задачи. Так вот, интересно поговорить про персональные задачи, личные задачи, а потом посмотреть, какие подходы можно применить для проекта. То есть с проектами на самом деле более-менее все просто. Там есть, кажется, я слышал тоже, что есть скрам, какой-то канбан, там можно их перетаскивать, и вроде бы умные пацаны делают так, чтобы у них все это работало. А с личными задачами, ну если представим, то что у меня есть доска канбана, и я к каждой своей задаче люблю стикер, который говорит, «Ага, вот у меня есть задача, ее надо перевести в состояние in progress, и с in progress мне надо перевести в состояние «да», я просто повешусь». А для одного подобные системы, как скрам и катбан, они достаточно плохо масштабируются. И вот, что я начал придумывать. Существуют туду-списки, ну там вундерлист, у гугла тоже был какой-то инструмент. Говоришь то, что «Ага, планы наде, надо купить молоко, надо прочитать какую-то книжку, надо сделать какую-то главу». И отмечаешь. В какой-то момент ты понимаешь, что к вечеру ты не выполнил определенное количество задач, ты перенесешь их на следующий день, на следующий день у тебя появляются новые задачи. И как снежный ум список задач, которые тебе надо сделать, не растут. Не получается с этим работать. И да, Виталин говорит то, что у меня есть замечательная методология, и мы сейчас коротенько по ней пробежимся. Так вот, с чего стоит начать? С того, что чтобы что-то сделать, нужен план. Примитивная мысль, но она лежит в основе всего. И почему нам нужен план? Ну, предположим, у нас какая-либо авральная ситуация в проекте, либо я не успеваю какие-то личные свои дела сделать. И, ну, очевидно, стрессовая ситуация. Но в тот момент, когда я составляю четкий план, ага, сейчас я сделаю задачу, какую-нибудь раз задачу, потом задачу два, задачу три, задачу четыре, а если у меня не получится вторая задача, я попробую план Б, у меня в голове наступает некоторый порядок. И наступает уже как раз облегчение. Потому что, ну, я понимаю, что мне надо сделать, чтобы разрешить данную конфликтную ситуацию, либо данную стрессовую ситуацию. И что интересно, я не на долю метра, сантиметра не приблизился к выполнению этой задачи, ничего не сделал физического. Тем не менее, я чувствую себя спокойнее. То есть ситуация осталась вся та же самая, но как только у меня есть план, я понимаю, что я смотрю на эту ситуацию уже с другой стороны. Так вот, самое первое, с чего стоит начать, нам нужен план. Из чего состоит план? План состоит из задач. Я опять же повторюсь, большая часть вещей, о которых я здесь буду говорить, они являются настолько очевидными, что вы наверняка их уже и делаете. Но когда они объединяются вместе, получается некоторая довольно интересная синергия. Так вот, когда мы будем перечислять задачи, мы будем перечислять все задачи, которые мне приходят в голову. Посмотреть курс доллара. Есть ли здесь какие-нибудь места, где можно поужинать на этой стороне? Либо работает ли театр до 11 вечера? И я составляю этот список задач. Чем больше задач я смогу составить, тем лучше. Пускай это будет 1 листа А4, пускай будет 2 листа А4, пускай будет 3 листа А4. Но главное, чтобы к концу того момента, когда у меня были составлены эти задачи, у меня была пустая голова. Чтобы любую задачу, которую бы я придумал, она была бы у меня уже записана на этом списке. Здорово. У нас есть большой-большой-большая уча задачи. Что с ним дальше делать? Мы должны решить, а вообще будем ли мы какие-то задачи делать? Ну, например, тот же самый курс доллара. Ну, какой курс дорогого? Зачем мне он сейчас нужен? Мы эту задачу просто выкидываем, и мы никогда больше о ней не возвращаемся. Если ко мне приходит в голову мысль подумать в ближайшее время о курсе доллара, мне щелкает в голове, и все. Я об этом дальше не думаю. Хорошо. Мы составили список задач. При этом, что интересно, несмотря на то, что у нас получилось 3-4-5 листов А4 всех этих задач, у нас не должно быть страха, что сколько задач я ничего не успею сделать, я никогда ничего не успею завести до конца. Это ложное чувство страха. Мы боимся не того, что задач много, ну, потому что у нас никогда не бывает мало задач. Если бы у нас было мало задач, мы бы не сидели, мы бы не занимались, мы бы не были на работе, у нас было бы все хорошо. Мы боимся того, что какие-то задачи мы можем не завершить, например, в срок. Я не купил молоко сегодня вечером, поэтому у меня стресс. Я опаздываю на совещание, и у меня поэтому стресс. Нормально. То есть, внутри себя мы делаем некоторые коммитменты, что я обязуюсь сам себе что-то сделать, поэтому я могу задержаться на работе до 10 вечера, и после этого я буду себя обвинить, что зачем же я задержался, что же вообще происходит. Здесь есть 3 решения. Либо не делать коммитменты, то есть могу копать, могу не копать, и снизить свои ожидания от того, что я вообще хочу от этой жизни. То, что, ну, наверное, я не хочу... Возможно, мне не столь надо было это молоко, а возможно, мне не столь надо было завершать эту задачу по работе, а возможно, мне не так нужна была эта встреча, ну и так далее. Либо же кровь из носа выполнять эти задачи, то есть те коммитменты, которые мы даем их выполнять, с очевидными следствиями, то, что у нас наверняка будет какой-то момент стресс, мы сравнёмся, ну и так далее. В общем-то, то, чего мы стараемся избежать. И последний момент, мы можем изменить наши коммитменты. И для того, чтобы изменять наши коммитменты, мы должны понимать, а что это вообще была за задача, а в какую сторону мы можем её изменить, а какие следующие действия мы можем предпринять. И этот момент, когда задача у нас не сформулирована, когда задача не записана, нам достаточно сложно и трудно её изменить на какую-либо другую, договориться с самим собой. Как только задача появляется на бумаге, неважно, на бумаге, в какой-либо системе, но как только мы её формулируем, мы можем договориться сами собой с клиентом, с кем-либо ещё о том, что начальное решение у нас не получилось, давайте мы попробуем идти в другую сторону. Зачем, помимо того, после того, как мы сказали, что у нас есть список задач, и их мы будем делать, задачи у нас распадутся на две категории. Первая категория — это будут явные действия. Чтобы собрать стул, мне надо взять отвертку, чтобы дальше собрать стул, мне надо закрутить винтики. В конечном итоге у нас проект сборка стула будет завершена. И задачи бывают проектного типа. Я хочу скататься на майские праздники в Америку. Непонятно, с какой стороны вообще подойти к этой задаче. И мы начинаем дальше себя спрашивать, что мне надо сделать для того, чтобы поехать в Америку. Ага, мне надо получить визу, мне надо посмотреть билеты, наверняка забронировать квартиру. Я не хочу бронировать отвертку, потому что это дорого, поэтому я буду смотреть ирбинги. И так всё постепенно, постепенно, постепенно начинается... Каждый раз, задавая себе вопрос, а что мне надо сделать для этой задачи, и есть ли у меня необходимые данные, мы конкретизируем и говорим, что у нас есть какой-либо проект. И этот проект состоит из задач. Мы сделали половину того, что нам надо. Жизнь, в общем-то, не стоит на месте, так как и любой проект. И в какой-то момент, наверняка что-то пойдёт у нас не так. Что-то сломается, мы не сможем с кем-то договориться, нам потребуется перетряхивать наше расписание. И здесь возникает цикл, что здесь мы должны посмотреть. Раз в неделю, либо раз в какой-то промежуток времени, мы должны пересматривать задачи. Должны делать, революбировать. И дальше у нас происходит такой цикл. Хорошо. Задачи могут быть нескольких типов. Осталось совсем немножко теории GTD. После этого мы перейдём к более интересным вещам. Задачи могут быть нескольких типов. Это может быть просто какое-то бесполезное знание. И с этим, ну, например, сегодня полнолуние. Не столь, наверное, интересное мне, поэтому я вычёркиваю у себя из головы это знание. Знание может быть как некоторый референс на что-либо, что я в дальнейшем буду использовать. Например, тот же самый курс доллара, плохой пример, например, погода в Америке на майские праздники. Прямо сейчас мне это знание не требуется, но спустя какое-то время мне надо будет вернуться к этой задаче. Я у себя сделаю некоторую пометку, что ага, эта задача когда-нибудь, когда-нибудь к ней мне надо будет вернуться. И задача, так называемые инкубационные задачи, которые рано или поздно себя проявят. например, например, смотреть цену за билет, смотреть цену на перелёты и купить билет по минимальной цене. То есть это не та задача, которую я прямо сейчас могу выполнить, она от меня не зависит, но через какое-то время она сама себя проявит. Отлично. Практически практически всё сделано. Стоит сделать небольшую заметку про проекты. Проекты могут быть, проекты не имеются в виду те проекты, которые мне надо сделать. Проекты могут означать ещё коллекции. Что ага, есть список задач, список чего-либо, которые я хочу довести до конца. Прочитать какую-либо книжку, посмотреть какой-либо фильм, выработать необходимую мне привычку для чего-либо. И всё это попадает в отдельные, ну в данном случае проекты, ну давайте скажем, слэш коллекции. И коллекции можно формировать не только от того, что мне хочется, не только как объединяющий фактор, но и как как некоторый контекст. Что часть задач я могу выполнять только находясь за компьютером. Часть задач я могу выполнять только в самолёте. Часть задач мне удобнее выполнять в машине. И таким образом, каждый раз, когда я себе задам вопрос, важный вопрос, а какую следующую задачу мне выполнить, я могу понять по контексту, что я нахожусь, нахожусь ли я за компьютером, нахожусь ли я в самолёте, хочу ли я заниматься сборкой стула. Всегда должен быть чёткий план. И всегда должен быть чёткий ответ на вопрос, что я делаю в следующем. Не имея задач, не имея коллекции, ответить на этот вопрос будет довольно сложно. Рефлексии, система... А, ну, да, очевидное знание, очевидное, что про GTE не хватает, эта система должна быть постоянной. То есть, например, каждый день просыпаюсь, надо посмотреть, ага, а какие у меня были запланированные задачи, хочу ли я заниматься этим, хочу ли я заниматься другим и так далее. Дэвид Айлен не говорит о том, что мне необходимо составить план на день, что мне обязательно надо завершить, мне необходимо обязательно собрать стул, мне необходимо обязательно купить билеты. Я сам волен выбирать тот порядок выполнения задач, который я хочу, чтобы не возникало ложного чувства ответственности, когда я дал коммитинг, что я должен это сделать, но я это не выполнил. Итак, перейдём к инструментам. Инструментов применения для GTD существует множество. Та же самая Jira в некоторой степени, Jira с Greenhopper в некоторой степени реализует GTD. В Exchange, когда мы ставим галочки напротив писем, что мне на письмо необходимо ответить сегодня, на это письмо мне необходимо ответить завтра, это тоже некоторая реализация подхода GTD. Полтора года назад я наткнулся на проект, который назывался Bullet Journal. Bullet Journal говорит о том, что GTD можно реализовать, используя обычный блокнот, который я сейчас в руках и держу. Этот подход был, его описал дизайнер, кажется, это был дизайнер, но он там преподносился достаточно красиво. Тем не менее, если заглянуть поглубже, то система, которую закладывал этот господин, она полностью совпадает с тем, что описывал Дэвид Таллин в своей книжке GTD. Итак, о чем говорит Bullet Journal? У нас есть несколько важных для нас листов. Это у нас будет книга. У нас есть план на месяц, этот календарный. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, тридцать первое числа. И мы можем... И у нас есть список задач, который не распланирован по дням. Это просто то, что мне хочется... Возможно, получится ли реализовать в этом месяце, возможно, не получится. Итак, если у меня возникает задача за... Если у меня возникает потребность с кем-то встретиться, например, четвертого числа, я отмечаю, ага, четвертого числа у меня встреча с таким-то человеком. А тридцать первого у меня будет еще... Мне надо обязательно будет позвонить. При этом на другой стороне листа я могу говорить, что мне надо собрать стул, мне надо купить билеты, надо еще сделать какие-то, как мне кажется, важные вещи. И дальше что происходит? И дальше мы начинаем трекать каждый день. Например, первое... Первое января. Я считаю, что я могу сделать какие-то задачи, ну и так далее. Второй январян, ну и все пойдет. Bullet Journal использует некоторую семантику. Он отмечает, что задачи с метки могут быть нескольких типов. Это может быть задача, которую, соответственно, можно выполнить. Это может быть просто какая-то заметка. И это может быть митинг, встреча в рамках дня. И вот этот слайд, вот этот вот флипчарт полностью описывает идею Bullet Journal. Если посмотреть с GTD, то у нас есть план задач. У нас есть план задач, который мы хотим выполнить. Мы четко знаем, что сейчас мы выполняем первую задачу, потом мы будем выполнять вторую задачу. Как делается рефлексия? В момент, когда у нас закончился месяц... Предположим, у нас два календарных месяца. Первый отвечает за январь, следующий отвечает за февраль. И у нас есть некоторый список задач, которые мы себе запланировали на январь. Часть из этих задач мы выполнили, часть из этих задач мы не выполнили. И что мы хотим сделать? Мы считаем, что в следующем месяце у нас появляются какие-то новые задачи. И при этом мы переносим задачи, которые не выполнили, с января. Семантика стрелочки, чтобы было просто понятно, что это не задача, которую мы забыли, не о которой мы зачеркнули, а которую мы будем выполнять позже. Если оказалось так, что задача больше не актуальна для нас, и моя поездка в Америку отменяется, мы ее вычеркиваем. В чем смысл, почему именно бумажная запись? Ну, во-первых, это весело. Присывать на бумажке, почерпать ручкой, это куда веселее, нежели чем использовать iPhone, использовать какие-либо другие системы управления. На самом деле это ключевой фактор. Нет, их два ключевых фактора. Второй фактор. Никто не определил за меня систему, как точно я должен вести этот журнал. Если мне хочется изменить подход, если мне хочется добавить что-то от себя, пожалуйста, я волен это сделать. И, как я сказал, я использовал этот bullet journal, осознавая то, что на самом деле в корне всего этого находится GTD, полтора года. И у меня произошло две метаморфозы того, как я использовал эту записную книжку. В самом начале у меня было достаточно большое количество задач, которые я себе планировал. То, что мне расписано на достаточно детальном уровне. То, что я делаю это, я делаю потом следующее, я потом иду в театр, после театра я встречаюсь еще с кем-то. И метаморфоза произошла какая? В какой-то момент я стал записывать не задачи, а результаты этих задач. Что после какой-либо встречи у меня появилась новая мысль. И эту мысль я записываю в журнал. Что я прочитал какую-то статью, то есть вместо того, чтобы писать в журнал, мне надо прочитать статью, я записываю в журнал. Я прочитал ту статью и опять какие-то некоторые дальше экшн-поинты, которые я могу выполнять. И количество квадратиков стало значительно меньше, чем просто точки. А точки это просто некоторые свои собственные заметки. К чему это привело? Это привело к тому, что я стал несколько по-другому смотреть на свои долгосрочные планы. И достаточно приятный эффект. А вторая митомохоза, которая произошла, это заключалось в следующем. Что после того, как у меня появились долгосрочные планы, я стал думать, а как-то я посвящаю времени каким-то сторонним проектам. Что-нибудь покрасить, написать какую-нибудь маленькую программу. И, как я говорил, есть коллекции. Коллекции и контексты. И я стал, ну, просто в журнал записывать какие-то контексты, которые мне казались интересными. И случилось, о, чудо. Со временем эти контексты стали наполняться задачами. И это вторая митомохоза, которая произошла. Просто от какого-то списка мыслей журнал перекочевал уже к проектам. Так вот, мысль, которая за всем этим стоит, никто не ограничивает форму ведения журнала. При этом, так как в основе находится GTD, и мы точно знаем, какую задачу мы будем делать следующей, и у нас нету явных коммитментов, мы не испытываем стресса при достижении этих задач. Спасибо. У меня есть вопрос по поводу... Простите. По поводу... У нас есть январь, февраль. А что... Как записывать долгосрочные планы? Это прекрасно вопрос. Есть несколько подходов. Один из подходов, если использовать календарь. То есть в самом начале нашего блокнотика мы можем создать... Как же он правильно? Календекс. Слово, объединенное из календаря и индекса. Так как у нас задачи... Сейчас, давайте нарисуем две страницы. Тут тоже у нас есть страница 40 и страница 41. И при этом мы... И при этом у нас сейчас идет... Совсем не тот... При этом у нас где-то на 20-й странице сейчас идет январь. И нам хочется запланировать задачу на далекое будущее. В ближайшей свободной странице у нас будет 40-я. И мы на 40-й странице отмечаем, что какая-то задача... А. Что у нас происходит дальше? В самом начале блокнота мы можем составить расписание. Январь. Первый, второй, третий и так далее. 31. Составить некоторую матрицу. Где в клетках будет номер той задачи, которую мы хотим выполнить. Ну или то, что мы себе планируем. Таким образом, здесь будет на февраль. И положим эту задачу, мы планируем на 20-е февраля. И у нас где-то в этой матрице будет клетка, которая отвечает за 20-е февраля. Положим это вот это. И тогда в эту клетку мы пишем номер 40. Другой подход. Не делать долгосрочное планирование. И сейчас был в голове третий ответ. Вылетел из главы. В общем, и существует еще один подход, как можно с помощью линейной системы планировать долгосрочные задачи. Просто, как правило, долгосрочные задачи, они не на 20-е февраля, а они, допустим, через полгода. Ты не знаешь, эти полгода ровно 183 дня или все-таки 198? Ничего страшного. То есть у нас нет планирования на конкретный день. Это планирование является просто напоминанием для нас. Что когда придет эта дата, мы можем пересмотреть эту задачу. И дальше решить, актуальна она или не актуальна. Хотим, будем делать мы ее или не будем делать. И после этого определить ее к типу. Она является у нас трэшем, инкубационным, либо референсом. И дальше уже какие-то планировать цели. То есть если трэшем и вычеркиваем, если инкубационная, мы можем куда-нибудь на далекое будущее снова перенести. Если референс, когда-нибудь к ней вернемся. А есть смысл ставить задачи, которые ты наверняка выполнишь? Например, приготовить поесть. Я пробовал, долго не продержалось. Вы перестали готовить? Если переносить задачи достаточно часто, из недели в неделю, из месяца в месяц. И выявляются новые задачи в больших объемах. Получается, что переписывать одни и те же задачи, стрелочка, и переносить в новый месяц, это занимает много времени. То есть действительно ты понимаешь, что ты тратишь время на то, чтобы переписать уже знакомые тебе задачи? Задачи чуть меньше, чем кажется. То есть даже если им будет несколько страниц, то в какой-то момент возникает понимание, какие задачи ты хочешь делать, какие задачи ты не хочешь делать. И задачи, которые ты не хочешь делать, они так останутся референсами. Что мы их выкинули из головы, мы когда-нибудь к ним вернемся. Назовем или назовем эту коллекцию вишлист. Те задачи, которые являются актуальными и нам необходимы, мы эти задачи как раз и будем планировать. И они будут перенеситься из месяца в месяц. То есть они могут перенестись, они могут не перенестись, и мы их просто вычеркнем. Но в конечном итоге наша цель достигает состояния, когда мы их будем выполнять. Ну вот в одной из терминологий я слышала названия таких задач, которые большие, к которым не хочется начинать приступать, как сдачи слоны. То есть они постоянно переносятся, ты не знаешь, какой тебе поступить, и ты в принципе не хочешь этого делать. Каждый раз находишь в себе новые задачи, чтобы заняться чем-то новым. Да, есть такая проблема. У особо творческих людей она наиболее сильно развита. это когда ты проецируешь реально выполненную задачу, на то, что ты выполняешь в голове. Ну, предположим, надо выполнить большой проект. И начинаешь думать, ага, чтобы мне выполнить этот большой проект, мне надо закупить краски в одном месте, а потом мне надо найти где-то художника, а я его не найду, и наступит конец месяца, и я вообще ничего не успею сделать. И я нахожусь в состоянии, что я ничего не успею. И эта задача, да, она может висеть. Как выйти из этого состояния? Это нужно немножко поковыряться в голове. Надо снять блогер, что это большая задача. Каждая большая задача состоит из эпиков. Каждая большая задача состоит из подзадач. Соответственно, если мы вообще не понимаем, как подходить к большой задаче, мы можем сделать небольшой исследовательский проект. Результатом которого будет понимание того, как подступиться к большой задаче. Ну, либо говоря в терминах скрам, у нас есть эпик, к эпику мы создаем спай. Ну, давайте, хорошо, не будем говорить про скрам. То есть, идея такова, что каждая большая задача состоит из маленьких шагов. Наша задача — понять эти маленькие шаги. Если мы не хотим, если мы боимся того, что это большая задача, и мы не можем сформулировать эти маленькие шаги, есть два выхода. Первое — накатить 100 грамм и расслабиться немножко, снять депрессивность этой задачи. А второе — не накатывать, да. Что касается таких задач, которые, ну, не знаю, там, пробежать марафон. То есть, вот, задача. Соответственно, моя задача, чтобы пробежать марафон, нужно там бегать каждый день. И вот как это записывать, вот этот, там, бег каждый день, как его отслеживать, и так далее. Что я пробовал делать? У меня есть... Я расскажу еще раз книжкой. У меня есть занятие в зале, и для занятия в зале у меня сделана некоторая матрица. Это все занятия, которые мне надо посетить в рамках либо одной недели, либо в рамках месяца. И дальше я ставлю крестики себе. Ага, сегодня я был, сегодня я был, сегодня я пропустил. Я делаю это таким образом. Ну, достаточно тяжело отслеживать все вот такие проекты. То есть, вот, моя задача, допустим, я осваиваю, не знаю, там, быстропечатание, учу английский, хожу в зал. И вот каждый раз вот эти матрицы отслеживать. Не знаю, я просто столько раз пыталась, и каждый раз ловлю себя на том, что я все расчертила, устала, и на следующий день я не хочу подходить к этим таблицам, спискам и так далее. Всех слишком много, вот так. Ну, хорошо. Мы здесь, что пытаемся добиться? Мы пытаемся отследить, как происходит выполнение задачи, или мы пытаемся ее выполнить? Ну, и то, и другое. То есть, все-таки рефлексия, она должна присутствовать в этом процессе. То есть, мысль какая? Если есть какая-либо рекурентная задача, там, постоянное изучение английского, она несколько выпадает из того цикла, несколько выпадает из подобных задач. То есть, говоря про планирование, эта задача уже распланирована. Она есть каждый день. Нам надо заниматься английским. То есть, ну, это не серебряная пуля. То есть, GTD лишь позволяет избавиться от большого, уменьшающего количества задач и привести их в норму. Их делать все равно придется. Не знаю, я вот сколько раз пробовала, я смотрела на эти списки и понимала, что все. Лучше не думать об этих списках и не подходить к пизажам. То есть, вот я записываю вот эти все проекты, понимая, что как бы их слишком много. Вот. Не понимаю, как убрать вот это вот. То есть, я, когда живу нормальной жизнью, я же не держу все тысячи проектов в своей голове. Я помню только от двух, трех, ну, пяти максимум. Вот здесь, мне кажется, есть некоторое лукавство. Мы рано или поздно, там, либо когда ложимся на, либо когда ложимся спать, либо перед обедом у нас иногда проскакивают мысли о каких-то других проектах. И это несколько неправильно. Ну, не то, что неправильно. Мы не должны заниматься теми задачами, которые мы себе не поставили. Если у нас возникает мысль, это может быть идеей, но это не должно быть позывом действия. Если позыв действия делать то, что мы себе не поставили, не запланировали, то нет. Мы это вычеркиваем, выкидываем список входящих задач, и только тогда, когда приходит время, начинаем их разбирать. Ну, вот немного убивает креативность, нет? Так, так, так вот. Спасибо.